В сети можно встретить довольно много занимательных шумерских и акадских изображений, на которых видны якобы несвойственные тому времени загадочные аксессуары. Так, например, на барельефах 4-3 тысячелетий до нашей эры можно разглядеть предметы, похожие на наручные часы. По мнению приверженцев альтернативной точки зрения, эти предметы, напоминающие современные наручные часы, помогали узнавать не только время в течение дня, но и время года. Якобы данная информация была важна, поскольку от ее корректности зависело выполнение полевых работ. Неужели это правда и древняя шумерская цивилизация обладала аналогами современных наручных часов? Но откуда могла появиться подобная технология тысячи лет назад? Давайте попробуем разобраться. На сегодняшний день история загадочной цивилизации шумеров обросла огромным количеством домыслов. Однако доподлинно известно, что этот народ обладал знаниями о гелиоцентрической системе мира, знал о круге зодиака, владел 60-ричной системой счисления и вел историческую хронику. Уже много лет ученых беспокоит вопрос о том, как появились древние шумеры в Месопотамии. Но даже сейчас эта проблема не приблизилась к решению, а даже стала еще более запутанной. Большинство историков считают, что шумеры – это народ, который откуда-то пришел. Древние шумеры обосновались в Месопотамии примерно в 4500-х годах до нашей эры, они уже имели все признаки высокоразвитой цивилизации. В то время как в других областях мира люди все еще только начинали, образно говоря, выбираться из пещер. Эта загадочная цивилизация уже в полной мере овладела знаниями в строительстве, металлургии и медицине. Ученые до сих пор не могут объяснить такого резкого научного скачка у этого народа. Однако самое интересное то, что уже тогда шумеры в какой-то мере освоили несколько точных наук таких как физика и география, а также изучили сложные профессии. Также существует довольно популярная версия, которая гласит, что шумеры были созданы инопланетной расой, которая утратила свой дом и прилетела на Землю. Людей они создали в качестве рабочей силы и поделились с ними знаниями. Действительно, обнаруженные порой во время раскопок древние артефакты и барельефы приводят исследователей в замешательство. Изучая историю шумерского царства, археологи натыкаются на довольно странные предметы на древних барельефах. Это и загадочные сумки, назначение которых до сих пор не выяснено, а также изображение летающих кораблей и нечто, напоминающее наручные часы. Нередко на древних барельефах можно увидеть, что на руке у людей присутствуют предметы, которые по всем параметрам очень похожи на современные часы. Но если углубиться дальше в эту тему, то можно наткнуться и на другие изображения, на которых этот же аксессуар находится уже на обеих руках. Вопрос. Вы часто носите часы на обеих руках одновременно? Существует и такая версия, якобы на одной руке часы, а на другой компас. Может быть и так. Но для нас эти утверждения неубедительны, и просматривая более детальные изображения шумерских барельефов, можно заметить, что циферблат на часах довольно странный. И вот здесь мы подходим к самому главному. Если обратиться к науке, никаких наручных часов нет. А есть браслеты, символ власти и отличие знати от простых людей. Такие браслеты с цветочным узором-розеткой носили только высшие аристократы, министры, командующие, члены царской семьи и, конечно, сами шумерские цари. Браслеты различались по числу долек как в мандарине, то есть чем больше долек, тем больше статус носителя в высшем эшелоне власти шумерской империи. Кстати, такие же браслеты носили и в древней Ассирии. В общем, если смотреть на этот артефакт сейчас, то каждый увидит то, что захочет. Кто-то часы древней цивилизации, а кто-то ключ, открывающий потайную дверь, где собрана информация о происхождении человечества. Но историческая правда, видимо, намного проще. Ну вроде с древними часами разобрались. Однако на древних барельефах можно увидеть другой странный предмет в руке – это аксессуар, напоминающий сосновую шишку. Давайте попробуем разгадать и эту загадку. Возникает вопрос. Что именно это такое и для чего его использовали? Скорее всего, этот предмет имеет сакральный смысл и, по всей видимости, использовался как символ, обозначающий жизнь и плодовитость. Кстати, сосна в восточной традиции наиболее важная из всех вечно зеленых хвойных деревьев и символизирует бессмертие или долголетие. По другой версии, шишка является связующим звеном между человеческим и божественным началом. В общем, этот предмет – это, скорее всего, не какой-то необычный и загадочный артефакт древней цивилизации, а просто сакральный символ ушедшей шумерской империи. Друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...